Девушки отдыхают От улыбки шаинского много десятилетий становилось светлей всему Советскому Союзу. Песни были доброй сказкой, ностальгией по временам, когда жилось беззаботно и легко. С детским временем автор хитов не теряет связи до сих пор, называя его самым главным в жизни каждого человека. Он написал лучшие песни нашего детства. Здравствуйте, дорогие друзья. И стал заслуженным отцом целой нации. Мы праздник. Почему жизнь эта не райская чунгачанга? Чем привлекаются детские песни? Ничем. Им восхищался Шаинский. А также премьера песни только для жителей Коми. И плыву в беспределе. Беспределе дальше кисловатам. Друг всех детей. Только здесь бабка не достанет. Смотрите прямо сейчас. Здравствуйте. Здравствуйте. Молодцы. Отвечаю дружно, как в армии. Почти. Ну, говорите. Здравствуйте. Добро пожаловать в наш дом. Пыры горь. Все, что хочешь, говори. Пыры горься. Ми. Молодцы. Хорошо. Ми. Я не знаю. Ми я не. Ну, разволновалась на Коми языке. На Коми это хорошо. А других языков вы не знаете? Знаю русский. Ну, эти русский знаете? Не может быть. Это в сом держать. Вот это вот? Нет, это такой бутерброд. А, только хлеб. А отломить кусок, да? Да. А соль? А где соль? Соль на месте. Ну, вкуснятина, ребята. Спасибо. В столичном детском доме номер один Шаинского встречают тепло. Почетные гости бывали здесь и раньше. Но Шаинский-то, быть может, самый родной для этих ребят человек. Автор многих детских композиций, для них сказочник из их мира. Ребята подготовили сюрприз. Целую театральную постановку, подчеркивающую значимость гостя. Такие подарки не для всех. Но здесь Шаинского называют папой. Это, это же Чебурашка. Теперь я Чебурашка. Мне каждая дворняшка при встрече сразу лапу подает. А родители у тебя есть? У меня только папы. А что? Вот у него. Ребята, вы слышали, чтобы у кого-нибудь было сразу три папы? Придумал меня Эдуард Эспенки. Это раз. А нарисовал меня художник Аркадий Шварцман. Это два. А музыку сочинил композитор Владимир Яковлевич Шаинский. Это три. Ясно и понятно. А твою музыку кто сочинил? Так это же всем понятно. Шаинский Владимир Яковлевич. У тебя, Шаинский Владимир Яковлевич. У тебя, Шаинский Владимир Яковлевич. Ребята, значит вы братья. Мы братья. Конечно, Шаинский неоднократно видел и слышал, как перепевали его песни разные дети в разное время. И это, быть может, самое дорогое чувство, знать, что твои творения живут и приносят пользу. Белые кораблики, белые кораблики, белые кораблики, по-другому. На этом вечере композитора яблоку негде упасть. Каждому хотелось увидеть легендарного песника и еще больше поговорить лично, узнать то, что хотелось всегда. Что вы чувствовали, когда написали первую песню? Я чувствовал, какой же я молодец. Написал первую песню. Вот. И думал, а когда же будет вторая песня? Ну, ничего, появилась вторая. Ну, а как вы думаете, о чем я думал, когда написал вторую песню? Вот, деточка, скажи. Чтобы она была лучше, чем первая. Нет. Я думал, она скажет, а когда же будет третья? Вот так. Он и сам не помнит точно, сколько написал симфонии, струнных квартетов, детских и взрослых песен. Чем привлекаются детские песни? Ничем. Пишу и все. Да, пишу и все. И радуюсь. Я пишу, когда пишу, радуюсь. А когда не получилось, ну, надо бы плакать, но я не плачу. За свою жизнь Шаинский не раз успел познать себя отцом. Сожалеет лишь, что так и не нашел преемников по творческому делу. Значит, песня, сочинительство – это талант, который дан не всем. Музыка требует очень такой труд, почти каторжный труд. А мои дети, они хорошие, я не говорю, что плохие. Я их очень люблю воспитывать. Знаете, как я их воспитываю? Я, может быть, не совсем педагогично, но если не хочешь заниматься, что нужно делать? Как вы думаете? Прибегать к помощи чего? Ремня. Ремня, правильно. Впрочем, культовый детский герой, еще и герой взрослый. Это дети подметить не могли. А вот какому поколению больше тяготеет, выяснили позже. А в каком фильме вам больше всего понравилось? Да, во всех нравилось. Ну, мне, скажем, в фильме ДМБ, знаете, старика-генерала, полный дурак уже, выжил из ума. И он, значит, он ходил и говорил, значит, ему адъютант нес банку трехлитровую, и в ней какая-то мутная жидкость такая белая и мутная. Я говорю, это что у него? А это у него, говорит, он называл-то Ханка. А это просто самогонка. К слову, в жизни водку Шаинский не признает, предпочитает самогон. Вот и на съемках фильма ДМБ употреблял исключительно натуральный продукт, невзирая на дубли. Мнучки! Пуля дура! Штык молодец! Не рви, дед, глотку. Угости лучше. А как же, только здесь бабка не достанет, не унесет гвардейца. Может, не надо, помните, как в прошлый раз нехорошо... Молчат! У меня ваш маршал по Терексбергам сортиры чистил, пока я тараном сменец брал за чекушку. Восемь машин положил, а на мне не царапины. Даешь, беломорка, ну! За родину! За победу! Хлебай, внучки, ханку! Что внучки послушно и исполнили.